Итак, прежде чем мы начнем погружаться в наше наследие, исследовать его неизменным эпиграфом к разбору Слова Божьего, которое является нашим наследием, Луки 24, 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы с Духом Святым в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни». Ефесянам 4, 22, 24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей заповеди, как мы уже видим, задействованы три повелевающих и основополагающих глагола «отложить», «нешто», «обновить», «нешто» и «во что-то облечься». И как мы ранее отметили, чтобы облечься вот в этого нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истины, нам прежде всего необходимо отложить прежний образ жизни ветхого человека, истливающего в своих обольстительных похотях. И только затем уже мы можем получить право обновлять сферу своего мышления духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе, или премудростью в лице Святого Духа, и только уже посредством обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в своего нового человека при условии, что мы знаем, кто такой новый человек и как в него облекаться. И именно от решения этих трех судьбоносных вопросов будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. В продолжении нашего исследования мы остановились на исследовании вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. При этом мы отметили, что новый человек, в которого нам необходимо облечься, это наш внутренний или сокровенный человек, возрожденный от нетленного семени Слова Божия, наш возрожденный Дух, который по своей природе является праведным. Когда мы рождаемся от Бога, мы рождаемся праведными и святыми. Поэтому этот человек является уже по своему происхождению, по своей природе праведным, святым, нетленным и бессмертным, в силу чего, хотя временно и находится в тленном теле, пребывает в четвертом измерении невидимого и вечного мира, то есть в духовном измерении. Таким образом, наш новый человек несет в себе измерение вечности во времени, а посему не зависит от времени и господствует над временем, так как смотрит на невидимое, живет невидимым и устремляется в невидимое, в силу чего называет несуществующее во времени как существующее, то есть исповедует своими устами сокровища веры, содержащиеся в своем сердце, в виде наследия нетленного, чистого и неувидаемого. А посему право облекаться в полномочия своего нового человека – это право господствовать над временем. Потому что без господства над временем невозможно облекаться в одежды правды, чтобы вершить совершенное правосудие своего небесного Отца. И при исследовании природных свойств своего нового человека мы решили рассмотреть процесс облечения в полномочия нового человека с семи сторон или же в семи достоинствах, хотя их гораздо больше. Этот человек, облеченный в рейс за спасение, одетый в одежды правосудия, коронованный венцом жениха, украшенный убранством невесты, одетый в брачную одежду, одетый в весон чистый и светлый, человек, принявший представительную силу Яхве Саваофа. При рассматривании имеющихся достоинств мы сделали ударение на том, что все эти достоинства содержатся друг в друге, находят себя друг в друге, исходят друг из друга, поддерживают друг друга и служат подтверждением истинности друг друга. Так, например, у вас не может быть 30% веры, а любви 40%, а надежды 20%. Если у вас есть 30% любви, то у вас все будет на 30%. Если есть 30% надежды, значит, у вас 30% веры, 30% всего. Не бывает одного больше, а другого меньше, потому что это один плод в зависимости от своего созревания. Чем лучше он созреет, тем выше будет его цена и степень. Итак, мы решили рассмотреть первые четыре достоинства в книге пророка Исаии 61, 10, 11. Там они сразу встречаются один за другим, все вместе в своей последовательности. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждаю правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством, ибо как земля производит растения свои, как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». Разумеется, что Бог не может облекать нас независимо от нас, от нашей работы с Ним. У Него есть своя роль, у нас есть своя роль. Насадить сад, или в едеме нашем, в едеме нашего сердца насадить сад и взрастить его Бог не может сам. Мы должны принимать семя, поливать его, и Бог будет взращивать его. И таким образом мы призваны облекаться. Здесь, в данном месте Писания, пророк говорит, «Он облег меня». И вот во что пророк видит, во что его Бог облег, или как он, сработаясь с Богом, облег себя в нового человека. Ризы, спасение, одежды, правды, венец жениха и убранство невесты. Мы отметили, что сочетание в одном человеке этих достоинств и регалий власти, и особенно сочетание венца жениха с венцом невесты или убранством невесты, действительно превосходит возможности нашего интеллекта или нашего разумения. Во-вторых, в данном пророческом изречении имеющиеся достоинства, как я уже говорил, взращены Богом в сердце человека, точно так же, как земля производит растения свои и как сад произращает посеянное в нем. В-третьих, радость о Господе в данном пророчестве является как одна из характеристик и составляющих плода духа, которая призвана обуславливать Царство Небесное в добром сердце человека. То есть доброе сердце человека – это всегда мудрое сердце. И такой плод радости в сердце человека является результатом славной жатвы, обуславливающей в его сердце Царство Небесное, пришедшее в силе. Потому что до тех пор, пока Царство Божие в семени, оно еще не обладает силой. Но когда оно начинает являть себя в плоде, то оно начинает являть себя в силе. Кстати, когда сеется семя Царства Небесного в сердце человека, это всегда происходит со скорбями, со слезами и с болью. Мы хотели бы этого избежать, но, однако, это так, как написано. Псалом 125, 5, 6. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои». Потому что семя, вы в семени ничего не можете получить. Вы получаете обетование в семени, но в семени же оно не работает. Оно будет только работать в плоде. Вы получаете его в семени, и вы радуетесь, что вы это имеете, но на самом деле оно не может тотчас включиться. Это так же, как на ваш счет положили крупную сумму и сказали, что вы можете снимать оттуда, только когда вам исполнится 21 год. А представьте, что вам 7 лет, вы радуетесь. Я богатый, у меня несколько миллионов в банке, но ты будешь до 21 года жить, и ни одного цента оттуда не сможешь снять, пока тебе не исполнится 21 год. Это прообраз, чтобы мы поняли, что не надо смущаться, где же Господь, почему Он не отвечает, я же принял, и я же исповедую. Но и продолжай исповедовать, и да благословит тебя Бог, называй несуществующим существующим, и пусть смеются с тебя, а потом будешь смеяться ты, а они будут плакать. Сейчас они смеются с тебя и говорят, ну где же твой Бог, ну что ты исповедуешь, ну и где, ну и когда, ну вот посмотри, что с тобой, и вы плачете, и говорите, Господи, а правда ты где? И Он тебе отвечает тихо, если, конечно, ты понимаешь Его голос, я с тобою, дочь, я здесь, рядом, я тоже несу это же поругание вместе с тобою, я вместе с тобою слышу эти слова, но придет наше время, и мы вас смеемся, а они вас плачут. Поэтому я хочу, чтобы мы поняли эту мысль, а посему обличение в нового человека, это по сути дела обличение уже не всеми, а в приносимый нами Богу плод духа, который призван обуславливать в нашем сердце силу и порядок уже пребывающего в нас Царства Небесного в праведности, мире и радости во Святом Духе, радости, которую уже никто не может погасить, никто не может потушить, она просто будет литься, сверкать через глаза, и во всем будет видно вот это торжество, радость, это победа, торжество. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели суть, состоящую в ризах спасения и остановились на исследовании одежд правды, а в частности на размере той цены, которую необходимо заплатить за право облекаться в одежде правды, и уже рассмотрели шесть условий. Как облекаться в одежде правды? И остановились на исследовании седьмого условия. Это обличение в искуплении, обусловленное в соблюдении Песах Господа по уставу, установленному Богом. Иисус же сказал ученикам Иоанна 6, 53-58, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Я неоднократно обращал наше внимание на то, что слова «истина, истина», когда они говорятся перед тем, как что-то произнести, это клятвенные слова. То есть практически можно было бы говорить вот так, чтобы мы поняли яснее. «Клянусь, клянусь именем Моим, говорю вам, если не будете иметь, то есть есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни», потому что это заклятие. «Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кров имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье». То есть учение о крови и учение о плоти Сына Человеческого есть духовное питье и духовный хлеб. «Поэтому ядущий Мою плоть и пьющий Мою кров пребывает во Мне, и Я в Нем, как послал Меня живой Отец и Я живу Отцом. Так и едущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Мы отметили, что каждая деталь ежегодного прознавания Песах, представленная в принятии Вечерей Господней, указывает на окончательное освобождение от рабства и греха и смерти в теле. А в будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души. То есть речь идет, что мы уже здесь можем освободиться от смерти, от вирусов всевозможных и от болезней, а в будущем и от тленного и смертного тела, которые благодаря достойному вкушению Агнца Песах в свое время облекутся в нетлении и в бессмертие. В уставе Песах достойное вкушение Агнца Песах состояло как в требованиях особого рода одеяния одежд, несущих в себе готовность вершить правосудие Божие, так и в особого рода требованиях, необходимых для достойного вкушения самого Агнца. Несоблюдение этих требований в любом их аспекте не освобождало человека от исполнения над ним приговора смерти. И напротив, соблюдение устава Песах делало человека причастником производству суда Божьего над первенцами Египта. Потому что, когда была кровь помазана на перекладину и косяки дверей, и человек зашел туда и оделся так, как положено, припаялся поясом, одел обувь на ноги и стал есть всего Агнца целиком с поспешностью, с горькими травами, с пресным хлебом, в это время начался суд Божий над первенцами Египта от человека до скота. Исход 12.12. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд «Я Господь». Этот суд происходит с каждым человеком в отдельности и с каждой общиной, с каждым движением. Однажды этот суд начинает происходить в жизни верующего человека. Это не значит, что это далекая история, это только было там, и к нам оно не касается, и мы смотрим на нее только как образ. Это не просто образ. Это действие, которое происходит в каждом отдельном человеке на определенном этапе жизни, когда ему нужно освободиться от души. Потому что из имеющегося повеления следует, что первенцы Египта, от которых зависели египтяне, являлись богами Египта. Нам следует помнить, что наша зависимость определяет наше божество, наше упование и наше поклонение. Первенцы Египта представляли образ души человека, который отказался потерять душу в смерти Господа Иисуса, чтобы умереть для своего народа, для своего дома и для своих душевных желаний и предпочтений, противящихся желаниям Бога. А посему, если мы не будем вершить правосудие Бога в достойном соблюдении Песах Господа по уставу, установленному Богом, мы никогда не сможем состояться потомками веры Авраама. Вот почему я сказал, что это не просто бывшая история, это история, повторяющаяся в каждом отдельном христианине, когда Ему нужно оставлять младенчество и переходить. И вот здесь Господь откроет Ему наконец-то разум, понимание, что такое кровь Иисуса и что такое плоть. До этого Он только исповедовал, но не соображал, и оно не работало в Его жизни. А теперь Бог Ему откроет, что это. И нужно будет подойти к этому с особенным трепетом и страхом. Потому что если Он не оставит младенчество, а на это дано время, если Он не выйдет в свое время из Египта, то Бог поразит всех первенцев. То есть все то, что было дорого для Него, то, чему Он поклонялся, все желания Его души будут убиты. Праздник Песах, насколько нам известно, в кожаных одеждах, который сделал Бог для искупления первого Адама, еще прежде создания мира, был предназначен Богом стать благословенной судьбой для всех уверовавших во Христа. Потому что именно в достойном вкушении Песах Бог получал возможность исполнять суть всех своих наследственных обетований, включая совершение своего суда над своими врагами в лице нечестивых, в лице мира, унижающей нищеты и всякого рода болезней и немощей, угнетавшими Его избранный остаток. Это все до времени. Как только мы войдем в эту комнату и перекладину своих сердечных дверей и косяки намажем кровью, поймем, исповедуем это верою сердца, то в это время начнется суд над болезнями, которые находятся в нашем сердце, над всеми богами, над всеми предпочтениями, когда человек наконец-то не только будет исповедовать, я свободен во Христе, а когда он станет свободным, то он исповедовал верою, называл несуществующего существующему. Он говорил, я свободен, а наркотик продолжал действовать, алкоголь продолжал держать его у себя в руках, разврат продолжал держать, он пытался освободиться, но его чувства горели, как адский огонь. И он был в ужасе от этого. Он пытался скрыть это от всех. И на коленях перед Богом говорил, Господи, я грешник. Это хорошо, что он это видел. А Бог говорил ему, не говори так, скажи, я праведен, я тебя оправдал. Господи, я праведник, ты мне оправдал, но я хочу грешить. Называй несуществующее существующим. Вера – это информация, не то, что ты чувствуешь. Вера – это информация. Вера исходит от Слова Божия. Вера – от слышания Слова. Это не то, что я чувствую, Бог меня оставил. Не надо чувствовать. Не обращай на это внимания. Становись мужем веры. Начинай исповедовать информацию. Эта информация создала мир. Эта информация исцеляла больных и воскрешала мертвых. Эта информация воскресила из мертвых Христа. И первый сноб тех праведников и святых, которые воскресли вместе с ним и были восхищены после этого на небеса. И теперь они находятся там в новых телах. Итак, чтобы нетленные сокровища праздника Песах, содержащие в себе причастность к роду Бога и к праведности Бога, могли стать нашим достоянием, нашим наследием. Писание вменило нам причастность или то есть в требование выполнить 10 условий, вернее, пребывать в этих 10 условиях. Я быстренько скажу, что это за условия. Это выборы и отделение Агнца Песах, удаление всякой закваски из своего дома, всякого греха, исповедать всякий грех, помазать кровью Агнца Песах перекладенные косяки дверей. То есть это учение о крови Господа Иисуса Христа, как она освобождает от греха. Кровь Иисуса Христа не освобождает от ветхой природы, она освобождает от греха, которую поставляет ветхая природа, и мы об этом знаем. Испечь всего Агнца Песах на огне. Вот здесь уже крест, здесь уже не кровь. Крест освобождает нас от души. Учение о кресте освобождает нас от ветхого человека, который поставляет грехи, а кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И мы об этом неоднократно говорили. Далее, припоясать самого себя поясом. Это обновление нашего ума. Если вы сможете припоясать себя поясом истины, через слома вашего, значит, ваш ум будет обновленным. Обновленным. Обуть свои ноги в обувь, то есть в готовность благовествовать мир, быть светом, быть примером, дисциплинировать самого себя. Иметь в руках своих посох. Это потерянная душа, которую вновь вы получаете. Там имелся в виду посох, когда ты туда заходил. Это не тот посох, на который вы опирались, на вашу душу, а это та душа, которую вы потеряли, и теперь которую вы приобрели в воскресении Иисуса Христа вновь. Теперь этим посохом Господь будет творить чудеса. На него вы можете положиться. Теперь есть его акция целиком. То есть буквально. То есть иногда есть такие движения. Знаете, они говорят «Церковь полного Евангелия». Но это только название. Зачастую люди, исповедующие полное Евангелие, они понимают под полным Евангелем то, что они говорят на языках, и то, что они практикуют дары Святого Духа. И это они называют полным Евангелием. Это не полное Евангелие. Полное Евангелие будет там, когда вы используете дары Святого Духа для принесения плода своего Духа. Вот тогда будет полное Евангелие. Есть акция «Песок с пресными хлебами и с горькими травами». И мы знаем, что горькие травы – это напасти, страдания, скорби за истину. Не надо убегать от них, а надо принимать их, как люди принимают награду, медали. Есть акция «Песок с поспешностью». Это очень важная составляющая. Мы на предыдущих служениях уже рассмотрели девять условий и остановились на рассматривании именно вот этого заключительного, триумфального условия, в котором искупление Божие в человеке призвано было восторжествовать над смертью и грехом. Это необходимость вкушать агнца «Песок с поспешностью». Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Посмотрите ударение, на что делается. С поспешностью – это Песок Господа, это праздник Господень, элемент поспешности. При вкушении Песок настолько был важен, что он неоднократно приводится в Писании как некий неизменный закон. Именно этот элемент был задействован в исшествии из Египта, и именно этот элемент был возведен в ранг особого знамения. Второзаконие 16.3. Не ешь с нею квасного, семь дней ешь с нею опресники, хлебы – бедствия. Ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день и шествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Оказывается, то есть оставлять младенчество и переходить к совершенству – это бедствие. Человек будет переживать необыкновенные бедствия, напасти, потому что душа просто так не сдаст своих позиций. Ну, не сдаст. Она будет цепляться за последние, быть может, какой-то выступ камня, чтобы не быть брошенной в смерть Христа. Что-то найти в Слове Божьем такого, чтобы сохранить хотя бы что-то, ну, хотя бы один гвоздь. Но потом, когда сохранится этот один гвоздь, некоторые соглашаются, потому что каждая часть души с вашего позволения должна быть уничтожена. Если вы скажете, ну, вот это все уже, слава Богу, я уже свободен, а это один гвоздь – ничего, пусть там остается один гвоздь. Потом придет туда лукавый и повесит туда тухлое мясо. Ты скажешь ему – убери, и он скажет – это мой гвоздь, что хочу, то вешаю. И он заполнит смрадом вместо благоухания ваши отношения. Вот почему душа должна умереть полностью. Вот почему это хлебебедствие. Вы принимаете учение о бедствии. Выход из Египта – это непростая задача. Это самая сложная задача в жизни христианина. И немногие решают ее. Немногие платят цену. Писание так и говорит, что многие последуют разврату, потому что это легче, потому что разврат будет преподноситься в эталоне духовности. Он будет обернут в особые откровения. И люди с легкостью понимают, зачем же умирать, если вот мы уже имеем это. Итак, слово «поспешность» помимо его прямого назначения в измерении времени спешить, торопиться и не опоздать, на самом деле на еврите в измерении духа включает в себя совершенно иные значения. А именно, взять на себя Иго Христова, нести свой крест, переносить страдания, облечься в мантию ученика. Само уже обличение в мантию ученика, учеников не так много. Ведь люди говорят, а сколько я буду учиться? Это говорит, что он и не был учеником. Человек, облегшийся в мантии ученика, никогда не будет говорить, и сколько я буду учиться? Потому что мантия ученика – это одно из самых высоких достоинств. Сын Божий Иисус Христос тоже одет в мантии ученика по отношению к своему отцу. И он всегда ученик. И у пророка Исаии говорится, «Ты открыл мне ухо, подобно учащемуся». И я, говорит, не закрыл лица своего от этого. Я продолжал, потому что ученичество связано именно тоже с бедствием, где человек оставляет все, чтобы быть учеником. В древности для того, чтобы быть учеником, нужно было оставить свой дом, свое имущество и стать рабом того человека, который является вашим учителем. Вы помните, как Елисей стал учеником Ильи? Илья проходил на него, снимает с себя свой плащ, свою накидку, в которой ходил из берблюжьего волоса, и бросает ее на Елисея. Написано, он бросил милость свою на него. Тот подскочил и говорит, сейчас я попрощаюсь с родителями, скажу, до свидания и пойду за тобою. С радостью тут же, что он делает? Он понимал, что происходит, он знал, что это Илья. И что быть учеником такого человека, раз Бог его призывает таким образом, это привилегия. У него было 12 пар валов, он в это время пахал на 12. Он немедленно зарезал вала, плуг на дрова, сжег и раздал людям. Все, больше мне не надо пахать, теперь я буду сеять. И он пошел за пророком, поливал ему воду, служил ему до конца. И когда Илья восхищался, он бросил свою милость. А Елисея разодрал свои одежды, сбросил себя, взял милость Ильи, одел на себя и сказал, где Бог Ильем тот же самый? Подошел и ударил по воде этой милотью, и вода остановилась. И пророки, сыны пророческие, увидев издали Елисея в одежде Ильи, что он ударил по воде, и вода остановилась, и он прошел посоху, и он шел к ним уже в одежде Ильи. Они пришли, поклонились ему и сказали, опочил дух Ильи на Елисеи. То есть, ученик обязательно, если он ученик, на нем опочует дух Учителя, и он станет как Учитель. У него будут такие же откровения, как у Учителя. Но он останется учеником. Он никогда не будет выше Учителя. Писание говорит, довольна для ученика, чтобы он был как Учитель. Обреться в оружие света или в полномочия учения Христова. Обновить свое мышление, размышлять о законе Всевышнего, внимать в Слову Божьему со страхом и трепетом, стоять на страже неповреждения Слова Божия. Учитывая, что вкушение Песах это гарантия Нового Завета, который символически заключен в число 8, то, включая эти смысловые значения, мы решили рассмотреть 8 признаков, в которых содержится смысл поспешности, хотя их гораздо больше. В определенном формате мы уже рассмотрели 5 признаков, определяющих поспешность при достойном вкушении Песах, а посему сразу обратимся к 6 признаку. Я просто напомню, первый признак, который мы рассматривали, есть Песах с поспешностью. На иврите означает размышлять или рассуждать над смысловым содержанием праздника Песах, то есть над теми истинами, которыми мы себя оплодотворяем через семьи услышанного Слова. Второй признак есть Песах Господа с поспешностью означает вкушать или слушать Слово Божие в смирении и сокрушении сердца. Третий признак есть Песах Господа с поспешностью на иврите означает бодрствовать или стоять на страже того, о чем мы размышляем, или того, что мы вкушаем через слушание Слова Божие. Четвертый признак есть в Песах Господа с поспешностью на иврите означает дорожить временем, отпущенным для вкушения Песах. Пятый признак есть в Песах Господа с поспешностью на иврите означает жаждать и находить удовольствие во вкушении Песах в предмете жажды слушания благовествуемого слова о Царстве Небесном. Сегодня мы обратим на шестой признак есть в Песах Господа с поспешностью, который на иврите означает совершать свое спасение со страхом, трепетом и благоговением. Филиппийцам 2.12. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Этот элемент есть в поспешности. А посему, чтобы вершить правосудие Божие в поспешности, необходимо быть исполненным страхом Господнем. То есть быть зависимым от страха Господня, быть вводимым страхом Господнем. Мы сейчас увидим, что это действительно так. И страхом Господнем исполнится и будет судить не по взгляду о честь своих и не по слуху о честь своих решать дела Исаии 11.3. Видите, когда человек исполнится страхом Господнем, у него будет мудрость судить не по взгляду о честь своих и не по слуху ушей решать дела. Следует сразу отметить, что страх Господень – это одно из достоинств и свойств, от которых в буквальном смысле слова будет зависеть как наше настоящее, так и наше будущее. В Писании исполнение страхом Господнем по своей силе и динамике сродни исполнению Святым Духом или Духом Премудрости. А посему быть исполненным страхом Господнем означает быть вводимым страхом Господнем, быть зависимым от страха Господня, привязать себя к страху Господню, действовать в страхе Господнем, жить страхом Господнем, радоваться в страхе Господнем, поклоняться в страхе Господнем. По своей природе страх Господень абсолютно не похож на страх человеческий, потому что страх человеческий лишает человека возможности производить хоть какой-то суд. Он вообще лишает его ума, потому что боящийся бежит, когда за ним никто не гонится. Фобией начинает ему казаться. Вот такой страх человеческий. В то время как страх Господень напротив наделяет человека ясностью, мудростью и полномочиями судить и приводить в исполнение суды Божии, которые Бог изрек и запечатлел в Своем Слове. А посему, чтобы исполниться страхом Господним, необходимо, во-первых, исследовать природу страха Господня или же дать ясное определение страху Господнему. Во-вторых, исследовать назначение страха Господнего в наших отношениях с Богом. В-третьих, исследовать условия, необходимые для исполнения страхом Господним. То есть, что такое страх и как им исполниться, что нужно сделать, чтобы исполниться страхом Господним. И в-четвертых, рассмотреть результаты, происходящие от исполнения страхом Господним. Итак, вопрос первый. Какими свойствами и характеристиками Писание наделяет природу страха Господня? И прежде, чем мы начнем исследовать природу страха Господня, следует отметить, что страх человеческий, а также страх бесовский, могут возникать у человека от воздействия силы страха Господнего. То есть, страх Господен может вызвать у человека страх, не Божий страх, а бесовский страх и человеческий страх. Откровение 11.11. «Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни». Речь идет о двух пророках, которые были убиты и их не похоронили даже, оставили их лежать, чтобы все видели торжество над этими пророками в Откровении. Но написано, после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, в этих пророков. «И они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них». Это не был страх Божий, это был страх от воздействия страха Божьего, страх бесовский. Потому что бесы веруют и трепещут. У них есть страх, и это трепет у них от воздействия страха Господнего. Поэтому в данном случае под страхом, который напал на противников Бога, являлся страх и трепет от осознанного должного возмездия, который является бесовской верой или бесовским страхом, или человеческой верой и человеческим страхом. Иакова 2.19.20. «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Исходя из того, что все свойства и достоинства, которыми наделяются дети Божьи и исходят от Бога, страх Господень – это в первую очередь одно из имен и достоинств Бога. Это имя Бога. Страх Господень дает определение имени Бога, в котором сокрыты сокровища нашего искупления и нашей защиты. Исайя 8.13. «Господа Саваофа, Его чтите свято! Он – страх ваш, и Он трепет ваш!» Здесь имеется в виду, что это имена Бога. Страх – это имя Бога, и трепет – это имя Бога. Бытие 13.31.42. «Если бы не был со мной Бог Отца Моего, Бог Авраама, и страх Исаака…» Бог Исаака. Здесь он называет Бога Исаака страхом. Вот Иаков говорит, «Если бы не было со Мною Бога под именем страх…» «Рук Моих и вступился за Меня вчера». То есть Бог в страха вступился, и Лаван пришел в страх от Божьего воздействия страха. Поэтому страх Господень – это явление Бога в жилищах святого народа, заступающего их от скопления враждующих против Него царей с такой силою, что повергает этих царей в изумление и обращает их в бегство. Псалом 47.47. «Бог в жилищах Его ведом как заступник. Ибо вот сошлись цари, и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Вот когда дети Божьи будут носить в себе имя Бога – страх, и когда кто-либо попытается им делать зло, вы посмотрите на них и нечто скажете им, они придут в страх. Когда Меня начинает проклинать, я говорю, «Я благословен, вы совершили великую ошибку против самих себя, смертельную ошибку, немедленно заберите ваше проклятие, потому что благословляющий Меня благословен и проклинающий Меня проклят». Это относится к обетованию ко всем детям Божьим. Но у Меня оно не в семени, а в плоде есть. И поэтому, когда Я говорю это человеку, он приходит в страх. Он боится проклинать напрямую Меня. Вы думаете, почему нечестивый в воде избежал, даже не встретившись со Мною, и другим говорил, «Не разговаривайте, не подходите?» Потому что Он знал, если Я посмотрю Ему в глаза и нечто скажу Ему, Он испытает это на себе. Хотя Он испытает это в свое время, когда Бог посетит его, и других нечестивых, подобных Ему. Так что я приводил примеры, когда я говорил определенным людям, и этот страх Господень приводил их в ужас. А те, которые не соображали, потому что есть человек не соображает. Если он не соображает, то тогда страх Господень убивал его. В моей жизни лично я знаю три смерти, когда Бог за меня убил людей. Смертью убил, покарал. И один из них был мой друг верующий, регент, который посмеялся надо мной и сказал, «Где же твой Бог, почему Он меня не наказывает?» И я ему сказал, «Вот теперь мой Бог встретится с тобою, раз у нас уже боги стали разные. Ты теперь высказал своими устами, потому что что Бог делает? Ведь на самом деле Бог осуждает человека через его уста. Когда филистимлянин проклял Давида, он осудил себя. Давид уже знал, что теперь филистимлян у него в руках, потому что он благословен. У этого юноши уже был плод имени Бога страха. Он сказал, «Ты идешь против меня, тут в великолепии, с оружием, щитом, а я иду против тебя во имя Господа Савоофа». Вот как мы прочитали Исайя 8, 13. «Господа Савоофа, его чтите свято». И вот имя Господа Савоофа включает страх и трепет, ибо он страх и трепет ваш. Страх Господен – это начальник мудрости, дающий способность познавать святого Бога посредством разума Христова. Начало мудрости, страх Господен и познание святого разума. Притча 9, 10. Так что страх Господен человеческий – это эмоция, а у нас страх Господен – это информация, приводящая в трепет. Информация – это мудрость Господня. Вот что такое страх Господен. Потому что, когда ученые пытались, как же перевести вот это слово, которое на еврейте «страх Господен», ну нету в лексиконе у человека такого слова. Потому что у них страх – это эмоция, приводящая их в ужас. А здесь страх – это, хотя и есть приводящее в трепет, но оно приводит в трепет от мудрости, от величия, от славы. Вы представляете, когда вы узнаете, что ваш Отец настолько велик, настолько богат и могуществен, что вас обрекает просто объемлит трепет от волнения, от радости. Это не такой страх, это абсолютный. Это мудрость Божия. Страх Господни наделен трансцендентной чистотой, которая пребывает вовек и выражает себя в истинных и праведных судах. Псалом 18,9. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно все праведны. То есть все суды Господни исполняются посредством имени Божьего страха. Именно страхом Господнем исполняются. Вот этим именем у Бога много имен. Там, где есть исцеление, там Бог не будет исцелением суд исполнять. Он будет исполнять страхом. Далее, страх Господень – это выражение путей Господних, которые являются твердыней для непорочного и предупреждающим страхом для делающих беззаконие. Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притча 10,29. Далее. Страх Господень – это источник жизни Божьей, призванный удалять святого человека от сетей смерти. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Разумеется, сатана расставляет сеть свою. Она не написана, что там смерть. Там написано, приходите все и будете исцелены, и будете богатыми. Вот какая это сеть. Бог действует, Бог силен. Приходите в нашу церковь, и вы получите исцеление. Вы видели, что когда Христос так призывал? Он призывал людей ко спасению. И Он говорил, что спасение связано с великими страданиями. Вы будете как в ссор. Всеми попираемый. Одна сестра мне рассказывала, когда она покаялась, у нее муж занимал высокое положение, был в Ставке Тухачевского при Сталине. И когда он увидел в ней проявления божественные, она ему говорит, ты видишь, что происходит? Он говорит, да прекрасно вижу. Я ж не против этого Бога. Но я не для этого учился столько лет, чтобы по мне все топтались. Ты, говорит, глупенько, даже не знаешь, куда ты влезла. Если ты хочешь быть христианкой, по тебе будут все топтаться. Там написано, вы будете ссор для всех. А я не хочу быть ссором. Так что даже неверующие люди знали, что такое христианин. А сегодня в церквах люди не знают этого. Они считают, как только чуть их коснись, они в суд подают сразу. У меня есть часть людей, отлученные, которые в суд бегали или хотели мне сделать какое-то зло. Подавали на меня в суд. Как только я на замечаниях, они моментально бегут в суд. Они думают, что сейчас американский суд станет на их сторону. Но американский суд имеет свои законы. Вы же, когда входили в эту церковь, там у нас в уставе написано, что пастор имеет право отлучать и брать на замечание. И если это есть записано, то уже никакой суд вам не поможет. Не суд американский, а суд Божий тем более. Так что страх Господень удаляет от сетей смерти, вот от таких. Сеть смерти, она завуалирована, она представлена как жизнь, она представлена как свобода Христова, а на самом деле это вакханалий, свобода для плоти. Далее. Страх Господень обуславливается в сокровище, выраженном в безопасных временах. Исайя 33, 6. И настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем Твоим. Обратите внимание, что сокровищем является? Дары Святого Духа? Исцеление? Нет. Страх Господень сокровища. А люди говорят, да зачем мне это? Господи, Ты меня исцели. Боже, Ты меня выведи из нищеты. Боже, Ты дай мне мужа, которого я хочу. Я вот этого хочу. Тем более, что сегодня пастора говорят нам, как получить таких мужей. Они говорят, ты возьми себе в голове, нарисуй, какого ты хочешь. Вот, вот, я молилась, молилась, приходит к Йонгичу, дама говорит, я молилась, молилась, Бог мне дает. Давай, как ты молилась? Я молилась, Боже, дай мне мужа. А он ей говорит, а Бог же не знает, какого мужа тебе дать. Вот сядь и напиши, какого ты хочешь, какого образования, какого роста, какие у нее должны быть глаза, какие волосы, и так далее, и так далее. Она все это написала. А вот теперь, я говорю, помолюсь с тобой, и ты получишь точно такого мужа. Он помолился, и через недели три именно такой муж сделал ей предложение. И это было демоническое воздействие. Это демоны так действуют в этой церкви, обманывая людей, потому что Бог не дает так мужей и жен. Он хочет показать, что мужчины и женщины, они суверенные личности, они сами должны полюбить друг друга. Бог может дать вам помочь, найти святого человека в святой среде, но вы должны его полюбить и должны быть любимыми точно так же. Поэтому очень важно, что такое страх Господень. Это сокровище. Поэтому страх Господень, обусловленный безопасными временами, содержит изобилие спасения, мудрости, ведения Господа. Далее, познание страха Господня может происходить через реакцию злых духов на незаконную попытку людей повелевать им. Смотрите, я имею в виду, как люди могут познакомиться со страхом Господним через реакцию злых духов на незаконную попытку людей повелевать им. Деяние 19, 13, 17. Некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сыновей иудейского первосвященника Скевы, непростые сыновья, сыновья первосвященника. Но злой дух сказал им в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из этого дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, Иудеям и Еленам, и напал страх на всех их, и величайно было имя Господа Иисуса. Вы видите, что произвел страх Господен. Страх на них напал, и величайно было имя Господа Иисуса, потому что они увидели, что имя Господа Иисуса его не может употреблять всякий человек, а только тот человек, который достоин, который обличенным, которому дано это, Далее. Страх Господен это откровение Святого Духа, содержащееся в правде Божией, в воздержании и в будущем суде. То есть, страх Господен содержится вот в этих учениях. Деяние 24, 25. Речь идет об апостоле Павле, когда он говорил с правителем. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, когда найду время, позову тебя». Он настолько испугался, что не захотел дальше слушать. Он перепугался. «Я тебя потом позову, мне надо прийти в себя». Далее. Страх Господен это выражение совершенной любви Божией Агапи, которая изгоняет всякий человеческий страх. 1 Иоанна 4, 18. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучения, боящиеся несовершения любви». Поймите, что здесь любовь, но истинный страх это и есть любовь Агапи. Любовь Божия, настоящая любовь Божия, она обличена в этот страх. Любовь Божия, в которой нет страха Божьего, это не любовь Божия. Страх человеческий это недоверие и противление воле Божией. Он основан на непослушании заповедям Господним. Страх Господен это знание о Боге, исходящее от Бога, обусловленное открытостью совести пред Богом и пред людьми. 2 Коринфянам 5, 11. «Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестем». Обратите внимание, зная страх Господен, мы вразумляем людей. Если ты не знаешь страха Господнего, не надо вразумлять другого человека, потому что это очень опасно, когда вы пытаетесь учить людей, не зная, что такое страх Господен и не будучи исполнены страхом Господним. Страх Господен это обличение, которое разрушает твердыни и замыслы сатаны в умах людей, которые выражаются в извращенных истинах или в ложных доктринах вероучения. 1 Тимофея 5, 20. «Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели». Или еще одно место писания, 2 Коринфянам 10, 4, 6. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушании Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». То есть мы, разумеется, вкратце обратили внимание, что такое страх. А теперь второй вопрос. Какое назначение призван исполнять страх Господень в наших отношениях с Богом? Во-первых, страх Господень призван при утверждении судов Божьих наделять нас способностью действовать осмотрительно. То есть, если мы будем иметь страх Господень, мы будем действовать осмотрительно. Итак, 2 Паральпоминон 19, 7. «Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте при утверждении судов моих осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства». То есть, для того, чтобы обличать, потому что необходимо иметь страх Господень. И он говорит, да будет страх Господень, это он говорил тем людям, которых он поставил для того, чтобы они судили народ израильский. И это он обратился к судьям народа израильского, к надзирателям их, и сказал, да будет страх Господень на вас, и действуйте при утверждении судов моих осмотрительно. В данном случае утверждения судов Божьих действительно невозможны без исполнения страхом Господнем. Именно исполнение страхом Господнем дает способность при вынесении судов Божьих действовать осмотрительно, что на самом деле означает при вынесении судов Божьих не зависеть от лицеприятия им сдаимства. Лицеприятие это когда вы имеете к человеку, когда вы зависимы от человека, вы уважаете человека, он является в ваших глазах авторитетом каким-то. А этот человек не очень хорошим авторитетом является такой. И вам нужно рассудить между им и другим. И вы начинаете лицеприятствовать, лицемерить, как лицемерил в свое время апостол Петр. И ел, не ел с язычниками, когда пришли обрезанные, до этого ел, и тогда Павел обличил его. А мздоимство это когда вы приносите суд из того положения, что вы что-то желаете получить от человека, какую-то выгоду, какие-то деньги, какой-то подарок, мзду получить. Так вот, при вынесении суда Божьего нужно не зависеть от этого. Это и есть действовать осмотрительно. А более же ясная мысль вот эта действовать осмотрительно, быть осмотрительным на иврите означает быть осторожным, остерегаться от поклонения идолам, сохранять себя, чтобы не согрешить. У пророка, то есть у апостола Иуды, первая глава у него одна глава, 23 стихом есть такие слова. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Одежда на человеке святом, она несет в себе элемент святости. И прикасаясь к этой одежде, или беряете одежду, и вы будете ее носить, когда, то она будет иметь некоторую силу Божию на вас. также оскверненная плотью одежда, если вы ее оденете, особенно, когда люди идут в эти секонд-хенд, или там, где одежда уже была, и покупают там одежду по дешевке, они даже не знают, чью одежду они берут. И новая одежда, которую не носили, но которую купил беззаконник и держал у себя дома, и потом продал, она будет иметь беззаконие. И вы, купив ее, оденете ее, вы будете зависимы от беззакония, вы не поймете, что с вами начало быть, что случилось с вами. Дьявол будет иметь доступ в ваш дом, в ваше здоровье. Поэтому это не значит, что это нельзя купить. Если вы купили, и у вас нет выбора, тогда вы должны прийти и сказать, Господи, я купил, я заплатил за нее деньги, а дьяволу сказал, дьявол, убирайся вон, убери руки от этой одежды. Когда вы покупаете битую машину, точно так же, она уже принадлежит дьяволу. Бог не занимается битием машин в аварии. Скажите, Господи, я купил эту машину, и теперь она моя, благодарю тебя, да будет кровь, завета, защитуй ее. Дьяволу, ты убирайся вон от этой машины, она больше тебе не принадлежит. Защитите силою крови Христовой ваше имущество и вашу одежду, ваше имущество. Псалом 17, 24, 25, я был непорочен пред ним и остерегался, чтобы не согрешить мне, и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами его. Во-вторых, исполнение страхом Господним призвано предохранять нас от зависти, успехом грешников. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность и надежда твоя не потеряна. Притчи 23, 17, 18. То есть это место Писания утешает человека и говорит о том, не завидуй ему, что он не чтит Господа десятинами, говорит, вот я не чту десятинами и смотрите, как я процветаю, а вы не процветаете, потому что вы отдаете десятин, не надо их отдавать и так далее. Писание говорит, не завидуй им, пусть пребудет сердце твое страхи Господним, то есть в заповедях Господних, потому что есть будущность и надежда твоя непотягивая, у них нету будущности, а у тебя есть. Псалом 36, 1, 4. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они как трава скоро будут подкошены и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Еще одно местописание, притча 24, 19, 22. Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, не ходи на всевозможные майданы, которые будут низвергать своих президентов и царей. Бойся, Господа, и с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них, и беду от них обоих кто предузнает. Внезапно придет от них погибель. Тот, кого вы будете в революции защищать, он вас убьет. Посмотрите, что коммунисты сделали, когда пришли к власти. Они залили всю страну кровью. Это же сделали фашисты. Это же сделает любая власть, которая приходит вот таким путем, вооруженным восстанием, потому что когда власть приходит вооруженным восстанием, у них теперь страх, они теперь видят во всех врагов, и они пытаются обезопасить себя, и теперь у них есть армия и власть, и они вас уничтожат. Зачем вам выступать за эту власть? Откуда она знает, что вы были там и что вы стояли за них? Они вас расстреляют как врага. Вы будете кричать. Вы знаете, что многих коммунистов, когда расстреливали по указу Сталина, они кричали за Сталина. Настолько были одурманенные. Их по приказу Сталина расстреливали, они умирали за Сталина. Вот так и вы будете умирать неизвестно за что. Не негодуй означает на иврите не раздражайся, не гневайся, не злись, не соревнуйся, не ревнуй, не сердись, не приходи в ярость. А вот негодовать, посмотрите, что означает на иврите негодовать, уменьшаться, смотреть в кривое зеркало, быть разрушенным, умирать, погибать. Псалом 72, 12, 20. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себе ранам всякий день и обличением всякое утро. Но если бы я сказал буду рассуждать так, то я виновен был бы предродом сынов твоих и думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих. Да коли не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их, так на скользких путях поставил ты их и не извергаешь их пропасти, как нечаянно пришли они в разорение и исчезли, погибли от ужасов, как сновидения по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Вот когда они, у них успех, они радуются, все, это скользкий путь. Это скользкий путь. Они говорят, Бог с нами, милость Божия обновляется. Они даже не знают, что это скользкий путь, что не летят. Бог поставил их на скользкий путь, потому что они поддержали нечестивых. В-третьих, страх Господень призван испытать нас с законом Моисея и сделать нас способными избегать греха. Другими словами говоря, чтобы мы могли избегать греха или же уклоняться от греха, страх Господень будет испытывать нас явлением закона Моисеева. Исход 20.20. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. Обратили внимание? Когда Бог давал закон, они пришли в страх и испугались, что умрут. Моисей говорит, не бойтесь, Бог не убивать вас пришел, Он хочет испытать вас, чтобы страх его был пред вами всегда, чтобы вы не грешили. Люди, не прошедшие испытания законом Моисея, не могут обладать страхом Господним и не могут жить и ходить верою, а следовательно, не могут и не грешить. Вот смотрите, Евреям 12,25 Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, то есть вот того страха, который пришел от закона Моисеева, не избегли наказания, то тем более неизбежимы мы, если отвратимся от глаголющего с небес. То есть речь идет о благодати Божией и о законе Божием, о Моисее и о Христе. Если те при законе Моисея вот не послушали его, то посмотрите, они не могли избежать наказания. Так и здесь вы не избежите наказания, если вы не послушаете благодати Божией и будете думать, что в благодати все прощается. Практически в данном месте Писания, еще раз хочу сказать, Святой Дух через апостола Павла противопоставляет друг другу два вида страха и показывает преимущество в разнице между законом Моисея и верою, под которой имеется в виду благодать и истина, обуславливающая природу страха Господня. А посему, рассматривая сущность страха Господнего, невозможно без сущности благодати, потому что мы должны рассматривать сущность благодати не иначе, как только в страхе Господнем. Мы не раз отмечали, что благодать по отношению к закону Моисея это не нечто абстрактное, чему нельзя дать какой-то конкретики и определения, но что страх Господень в формате благодати это определенная совокупность всего того, кем является Бог. Страх Господень в формате благодати это определенная и неизменная цель, к которой стремится Бог. Страх Господень в формате благодати это определение всего того, что исходит от Бога. Страх Господень в формате благодати – это определенный и неизменный закон Бога. Страх Господень в формате благодати – это определенный и неизменный порядок Царства Небесного. Страх Господень в формате благодати – это определенное учение о Царстве Небесном. Страх Господень в формате благодати – это определение всего того, из чего состоит Царство Небесного. И все эти определения зиждутся и обретают юридическую силу в завете Бога с человеком, который, во-первых, то есть будем говорить, страх Господень в формате закона благодати проистекает из закона Моисея. Страх Господень в формате закона благодати противопоставляется закону Моисея. Страх Господень в формате благодати возвеличивается над законом Моисея. Страх Господень в формате благодати отменяет закон Моисея. Страх Господень в формате закона благодати заменяет закон Моисея. Страх Господень в формате закона благодати независим от закона Моисея. И седьмое. Страх Господень в формате закона благодати строже закона Моисеева. Я уже говорил и вновь повторю на иврите слово «благодать», которое находится в страхе Господнем. Не страх Господень находится в благодати, а благодать Господне находится в страхе Господнем. Там написано, не благодать будет сокровищем твоим, а страх будет сокровищем твоим. Премудрость. Поэтому благодать Божия находится в страхе Господнем. И поэтому слово «благодать», которое находится в страхе Господнем, связано с наследием и происходит от корня глагола «обеспечить», «позаботиться», «приготовлять», что указывает на то, что посредством благодати, которая находится в страхе Господнем, основанной на величии Нового Завета, Бог обеспечил, позаботился и приготовил человеку наследие в предмете полного спасения. Из чего следует, что там, где отсутствуют взаимные узы Завета, благодать, помещенная в страх Господен, не имеет своего правового поля в человеке. А посему наследие, которое Бог обеспечил, позаботился и приготовил для своих детей, в благодати, пребывающей в страхе Господнем, на самом деле содержится и заключается для них в учении о страхе Господнем. Еще раз повторю это место, Исаия 33, 6. «И настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости и ведения, страх Господень будет сокровищем Твоим». Ходить в страхе Господнем – это ходить в благодати Божией верою и в вере, которое независимо от закона Моисеева, потому что в законе Моисеевом человек мог оправдываться только своими собственными делами. В то время как в истинной вере, которая содержит в себе страх Господень, человек призван был оправдываться делами Бога. Есть разница, да? В законе Моисеева человек оправдывался делами своими, исполняя закон. А в благодати, которая помещена в страх Господень, человек призван оправдываться делами Бога, которые он совершил в искупляющей благодати через смерть и воскресенье Сына Своего Иисуса Христа. Вот почему мы становимся праведными по благодати, мы принимаем ее даром, а те для того, чтобы стать праведниками, должны были творить что-то, делать что-то. Вот как об этом пишет апостол Павел Галатом 3, 23-25. «А до пришествия веры, то есть до пришествия благодати, содержащейся в страхе Господнем, мы заключены были под стражу и закона до того времени, когда надлежало открыться вере». Имеется в виду благодати, содержащаяся в страхе Господнем. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. А вера – это премудрость Божия, вера, исходящая от слышания Слова Божия. А Слово Божие, мы знаем, начало премудрости, страх Господень, это и есть страх Господень, сокровище, премудрость Бога. А до пришествия веры мы находились под этой, то есть под законом, но по пришествии веры мы уже не под руководством детоводителя, то есть не под руководством закона. Теперь, младенцы во Христе не могут жить и ходить верою, которая является страхом Господнем. По той простой причине, что их духовный орган в предмете яйцеклетки еще не созрел, чтобы быть оплодотворенным семенем Слова Божия о Царстве Небесном. В силу этого они не могут оплодотворяться семенем страха Господня через благовествуемое Слово веры. Они его слышат, но они не могут оплодотворяться. То есть точно так, как женщина, если у нее нет овуляции, она может лечь с мужчиной, она может иметь с ним половые отношения, но зачать она не сможет. Для того, чтобы зачать, нужно овуляцию, то есть нужно иметь созревшую яйцеклетку, которая способна быть оплодотворенной семенем. Так и в Духе. 1 Коринфянам 2,14. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия. Он не принимает не потому, что он не хочет, потому что он не может, у него нет этого органа, который принимает. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь. Обратите внимание, не не хочет. Везде поставлен глагол «не может». Потому что о всем надо бы насудить духовно, а он еще не духовен. Чтобы стать духовным, ему надо оставить младенчество. Поэтому сердечная вера таких людей еще не созрела, а посему они водятся не верою сердца, а своим интеллектом и своими чувствами. Именно по этой причине они все то слово, которое связано с верой сердца, почитают безумием и противятся такому слову. «Учитывая такой фактор, душевные люди не могут исполняться страхом Господним, так как страх Господень – это совокупность духовных истин, которые могут приниматься и постигаться не иначе, как сердцем человека, возросшего в полноту Божию». Знакомое нам место песни, песни 8.8.10. «Есть у нас сестра, которая еще мала и сосов нет у нее. Что она будет делать с сестрой нашей, когда будут свататься за нее?» Свататься – это значит, когда будут предлагать. Вот когда нам предлагается слово «отцарствие», это практически Бог сватается. Семья отцарствий, которая нам предлагается, это Бог посылает своих сватов, чтобы засватать нас. Но если мы еще, вот как эта маленькая сестра, мы еще не созрели, то написано, что нам делать. И тогда защищает ее старшая сестра, идет в защиту ей. Она говорит, «Я стена и сосы у меня, как башни, и потому я буду в глазах». То есть, если бы она была… Вот прочту весь этот стих. Если бы она была стена, вот эта младшая сестра, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Вы знаете, палаты из серебра – это серебро, это оправдание, это искупление. Значит, эта малая сестра, она даже не понимает, что такое искупление до конца. Она говорит, «Я искуплена, я, я», но она не понимает. Малая сестра – это и мужчины, и женщины. Во христе Иисусе нет мужского пола и женского. Здесь идет невеста, куда входят мужчины и женщины. Если бы она была дверь, то мы бы обложили ее кедровыми досками. Кедр – это символ праведности. Дверь, вход, то есть вход человека, он был праведным. А так? И тогда вот эта старшая сестра говорит, «Я – стена, и сосу меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Таким образом, она прикрывает свою сестру и дает возможность ей спастись, потому что она ее родная сестра, она просто не выросла. В-четвертых, я об этом буду говорить, возможно, в других проповедях, потому что эта проповедь не предназначена для того, чтобы раскрывать вот эти мысли. Эта проповедь сейчас предназначена для того, чтобы раскрыть, что такое страх Господен и какое он имеет назначение, как его иметь и как узнать, что он есть в нас. В-четвертых, исполнение страхом Господен призвано облекать нас властью и способностью вразумлять людей и быть открытыми в своей совести пред людьми и Богом. То есть это не только определение, но это и назначение. Там мы читали этот стих как определение страха Господня, а здесь мы его теперь воспринимаем как назначение, не как определение, а как назначение в отношениях Бога с человеком. «Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям». 2 Коринфянам 5, 11. То есть, «Итак, имея познание истины», если перевести немножко другую версию этого перевода, «Итак, имея познание истины, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, открыты и вашим совестям». Быть открытым в своей совести – это быть свободным от власти греха. Что возможно только в одном случае, как сказал Христос, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Видите, для того, чтобы быть оплодоторяемой истиной и для того, чтобы познавать истину, опять нужен совершенный орган, которого у младенцев еще нет. Потому что познание – это слово, которое используется в отношениях между мужем и женою и в отношениях Бога со своим народом. Познал Господь своих. А здесь нам предлагается познать истину. Конечно же, не в этом смысле, не в физическом смысле. Бог нас познает, а мы призваны познать Его. И, конечно же, мы познаем Его, когда мы оплодотворяемся семенем Слова. Тогда мы познаем. Как жена познает своего мужа? Во время полового акта муж познает жену, а жена познает мужа. Это не значит, что муж познает жену, а она его не познает. Они оба познают друг друга в этот момент. Поэтому, когда мы принимаем и оплодотворяемся семенем истины, Бог познает нас в это время, а мы познаем Его. И Он делает нам предложение. А посему попытка вразумлять людей без открытости своей совести пред Богом и людьми – это форменное фарисейство, выраженное в лицемерии. Матфей 23, 26. «Между тем, когда собрались тысячи народа так, что теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим, «Берегитесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие». Фарисейство выражено в лицемерии – это когда человек, имеющий скрытый порог, чтобы получить право учить других, пытается представить себя непорочным. «Фарисей слепой, очисти прежде внутренность, чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их» – Матфея 23, 26. «Практически люди, имеющие власть вразумлять других людей и быть открытыми в своей совести для Бога и для тех, кого они вразумляют, это люди, которые оставили младенчество, в силу чего люди, исполненные страхом Господним, это люди, обладающие царским духом. Именно таких людей Бог поставил в церкви вразумлять людей и быть учителями. А достоинство учителя определяется в том, чтобы соработать с Богом в обуздывании своих уст и в способности уклоняться своим сердцем от слов лукавых для извинения дел греховных». Вот как об этом говорил Давид в Псалом 140, стихи 3 и 4. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их». То есть, когда люди начинают извиняться, вот когда ты начинаешь говорить человеку, а он говорит «а у меня этого нет». Я недавно беседовал с одной сестрой и говорю «не давай себе оценку сама, вот дай, чтобы я тебе дал оценку, у тебя дух контроля». Она говорит «ну, я не вижу этого». Я говорю «это я вижу». Она мне говорит «ну, я не тоталитарная». А я говорю «ну, тоталитарный человек, он всегда контролирующий, а контролирующий не всегда тоталитарный, потому что контроль может быть выражен в заботе, в такой заботе, которой вы настолько связываете человека, что он без вашей заботы ничего не может делать. Только так, как вы хотите. Вы заботой контролируете его. И человек этого не понимает. Он думает, что дух контроля – это когда такая тоталитарность. Нет. Да, конечно, это может быть и тоталитарность, такая грубая, невежественная, обычно. Но часто она бывает завалированная. Это эгоистичная любовь. На самом деле человек любит не жену или не детей, он себя любит, и поэтому так контролирует их. Настолько забота их, что они не могут принимать личных решений. Не способны. И когда они женятся, выйдут замуж, они не будут способны принимать никаких решений самостоятельно, потому что родители не давали им свободы, не учили принимать их решения. Учите ваших детей принимать решения. Дайте им возможность. Пусть он делает неправильно, а потом покажите, видишь, сынок или доченька, ты сделал неправильно. Тебе надо было вот такой выбор, это лучше. И не все, о, да, лучше. Второй раз, третий, а потом они правильно будут выбирать. Они придут в магазин и выберут правильную одежду по правильной цене, правильную пищу по правильной цене. Потому что вы должны их пускать впереди и сказать, а ну-ка выбери, я тебе даю выбор. То есть начинайте их учить, привыкать к самостоятельности, прививайте им суверенитет. Апостолаков по вдохновению Святого Духа подтвердил концепцию Давида, что вразумлять и учить людей могут только те святые, которые сознательно сработают с Святым Духом в том, чтобы он мог оградить двери уст их от уклонения их сердцем к словам лукавым для извинения дел греховных. Когда мы начинаем вот этот грех, контроль, мы начинаем его извинять и начинаем оправдывать его. Вот как он пишет, братья мои, глава третья с первого стиха, немногие делайте с учителями. То есть в оригинале написано, делайте с учителями только те, которых Бог помазал быть учителями. Зная, что мы подвергнемся большему осуждению, те, кто делаются учителями, они подвергают себя большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невеликие они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчи, так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекрасно неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что скверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человека, а язык укротить никто из людей не может. Речь идет, что никто извне не может укротить твой язык. Это не значит, что ты его не можешь укротить. Ты можешь его укротить с работы с этим. Когда, говорится, никто из людей, имеется в виду, что когда муж пытается укротить язык жены своей, не получится, и жена укротить язык мужа не получится. Человек не может. Имеется в виду, когда другой человек, он может собаку научить, кошку научить, голубя чему-то научить, но жену научить он не может. И ему же она никогда научить не сможет. Только когда сам человек этого захочет. Вот здесь говорится, что никто из людей не может, это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда, им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков сотворенных по подобию Божию. Из тех же укс исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкой и горькой вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Учитывая, что наше время вышло, мы склоним наши колена, кому это возможно, или головы наши. И будем благодарить Бога, что сегодня мы частично познакомились с тем, что Слово Божие называет страхом Господним в поспешности при вкушении Агнца Песах. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец Своим Иисуса Христа, я поклоняюсь пред Тобою в собрании святом с Твоим народом и благодарю Тебя за это тихое место, на котором Ты обитаешь. Я благодарю Тебя, что Ты здесь. Твоя слава находится здесь. Она еще сокрыта в наших телах. Еще не пришло время засветиться ей. Но наступает время, когда жизнь Сына Твоего Иисуса начнет светиться в наших телах, прежде чем мы изменимся во мгновение ока. Ты обещал сделать Церковь Твою светом для мира и светом друг для друга. На сегодняшний день джунгли всевозможных конфессий, религий, собраний, невоспринимающих друг друга, они не могут являть Твой свет. Ни косность, ни невежество, ни вседозволенность не может представлять Твою премудрость. Но наступают великие и славные дни, когда Ты пообещал явить славу Твою в наших телах, здесь на земле, прежде чем восхитишь нас от земли. Я трепещу в радости в моем сердце и ожидаю этого времени. И я знаю, что оно близко, потому что Ты открыл это сердцу моему через Слово Твое и в видениях Твоих. Благодарю Тебя и поклоняюсь с народом Твоим. Вот мы все пред Тобою в ожидании, когда Ты разрушишь твердыни ада, твердыни болезней и немощи, твердыни всевозможных зависимостей. И когда Церковь Твоя сможет протянуть руку помощи младшей сестре, чтобы передать ей эту мантию, потому что для нее уже не будет времени совершенствоваться. Да будет милость Твоя над нами, Отец. По милости Твоей великой соверши чудо сие, которое Ты обещал совершить. Ты отдал Сына Своего на смерть и заплатил за наши немощи, за наши грехи, взяв все это на себя. На протяжении тысячелетий Церковь Твоя не могла этим пользоваться. Появилось очень много всевозможных ложных знамений и чудес, претендующих на истинность, но не являющимся таковыми. И я знаю, когда Ты поднимешь по-настоящему по всему лицу земли людей, исполненных Духом Ильи, они взойдут на Кормил и сразятся с пророками Вала, которые называют себя христианами, но живут не христианской жизнью, благодарю Тебя, что Ты открыл наш разум и наше сердце к пониманию этой истины. Мы ценим ее, мы трепещем пред ней, мы охраняем ее в нашем сердце. И если что-то случается, мы скорбим, когда мы падаем, но мы вновь встаем. И я благодарю Тебя, что Ты дал возможность нам вставать, что, несмотря на наше падение, мы не теряем своей правды. Ты сказал, что праведник упадет в семь раз, но встанет, а нечестивый упадет один раз и больше не поднимется. Поклоняюсь пред Тобою, славлю Тебя за Слово Твое, которое Ты послал. Ты сказал о Своем Слове так, послал Слово свое и исцелил их, и избавил их от могил их. И я знаю, что Слово, которое Ты сегодня говоришь, проникнув в сердца определенных детей Твоих, сегодня, прямо сейчас, наполнит их радостью, упованием, надеждой. Они снова встанут, отряхнут пыль и снова с радостью пойдут вперед и будут ожидать, когда Ты молнией Твоею поразишь врагов наших и исцелишь нас от болезней наших. Но мы Тебя уже благодарим за исцеление и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да прийдет в Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Спасибо.